Наверное, что я не реализовала, наверное, реализовалась в них. Людмила Садовникова говорит о своих детях. Три дочери – яркие индивидуальности, но их объединяют высокие моральные качества, целеустремлённость, любовь к людям. Людмила Михайловна всю жизнь работала сначала на ватной фабрике, потом в Центре социального обслуживания населения. При этом она уделяла много внимания воспитанию и развитию детей. Водила в разные кружки, секции, в музыкальную школу. Людмила Садовникова гордится, что ей удалось привить дочерям самые главные качества. Терпение и трудолюбие. Они видели, как нам всё это доставалось. Всё это они смотрели, как мы возимся в огороде, как я дома готовлю, стираю, убираю, как мы любим музыку, как мы слушаем. Я прививала любовь не только к семье, к близким, но и к родине. Я патриотов растила. Я просто старой закалки. Ну и быть полезными всем, обществу. Не только семье, но и обществу. Вот они вот такие вот у меня. Ещё будучи школьницами, Екатерина, Наталья и Светлана радовали родителей своими успехами. Девочки хорошо учились, принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах. Старшая и младшая дочки связали свою жизнь с музыкой. Светлана окончила музыкальную школу по классу фортепиано и Армавирскую педакадемию, факультет дошкольного образования. Екатерина увлеклась вокалом, причём довольно поздно, в 18 лет. Результаты превзошли все ожидания. Она окончила Петербургскую академию имени Римского-Корсакова и стала оперной певицей мирового уровня. Сейчас Катя живёт в Италии и выступает на таких сценах, как Ласкало, Королевский театр Ковингарден, Большой и Мариинский театры. ПЕСНЯ Средняя дочь Наталья посвятила себя педагогике. Сначала работала учителем в школе, теперь трудится в Армавирском реабилитационном центре, согревая теплом души обездоленных детей. Говорит, что своими успехами она и сёстры обязаны прежде всего родителям, которые и теперь продолжают оставаться центром большой семьи. В минуты трудности поддержать сможет и сказать нужные слова. Вот как говорится, один, вот веник сломать, пурток один, сломаешь легко. А когда вас много, вот как, то сломать трудно такую крепкую и дружную семью. Людмила Садовникова – большая оптимистка, стремится находиться в гуще событий. В своё время принимала активное участие в профсоюзной работе, сейчас в общественной жизни города. У неё много наград и грамот, о ней печатались статьи в местной газете. Но главная любовь Людмилы Михайловны – семья, дети, а теперь и внуки. И она для них достойный пример. Влада Волошина, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.